Ну, такие ответы дают. Ну, я не знаю, я думаю, что это такой материал для юмористических программ, для стендаперов и тех, кто занимает съемок. Жители обратились с письмом по поводу того, что на округе реализовался депутатский проект, инициативный по депутатам Дагислава Ильича Молодова. И получилась ситуация, что из проекта общего двора выпадает один дом, девять этажка, одна подъездка. Ну, жители, естественно, как говорится, начали возмущаться в том плане, что если этот двор не сделают после этого дома, то сам двор не будет иметь завершенный век. И писали письмо, соответственно, в администрацию, и куратого проекта депутата Государственного дома Николая Васильевича Панкова. Николай Васильевич не стал там сочинять какие-то письма. Он взял сам лично и приехал на Луку. Кстати, Сергей Владимирович тоже там был с ним. Послушал жителей, да, действительно, видят, что ситуацию нужно поправить. И решили, при его поддержке, включили этот дом, нашли там дополнительные средства, и двор был сделан. Сегодня он имеет завершенный вид, сделано все отлично, и от жителей большая благодарность. Так, ну, обращение, когда писали, писали всего три строчки. Получили ответ на трех листах с историей начала вообще ремонта дворовых территорий, не знаю какого года. Как говорится, плачка есть, ума не надо. Ответ был получен 7-го, 10-го октября. Просто, чтобы акцент, 7-го, 10-го октября. Ответ был получен житель, который дала администрация. В связи с тем, что до 26-й по улице 50-летного КСФ данный перечень не вошел. В дальнейшем данная дворовая территория также будет рассмотрен дополнительный для ремонта. А это, думаю, сделали до 1-го октября, а ответ приходит 7-го октября. Они говорят, непонятно, они что вообще из кабинета не выходят, чтобы посмотреть, сделали это было или нет. То есть депутат Куздума приезжает, видит, решает вопрос, чиновник пишет из кабинета, что, возможно, рассмотрят в каком-то другом году. Вот это письмо, Павел Степанович, я, наверное, вам передам, чтобы передали главе для изучения, чтобы навели порядок.